Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, мне нужен тренинг по поднятию самооценки и укреплению характера. Смотрите, у вас здесь самооценка как-то связана с тем, что вы живете за границей, что вы живете как-бы в другой стране. При том, что вы пишете, что самооценка низкая у вас с детства, и что с детства вы ставите потребности других людей выше, чем свои. То есть, к стране проживания это отношение не имеет никакого. И в специфике менталитета, например, шведского, это отношение никакого не имеет. Потому что вы воспитаны семьей, и вы вот с детства определенные какие-то установки в себе, значит, культивировали. Поэтому мне непонятно, если честно, связь. У вас сейчас самооценка с тем, где вы живете. Это первое. То есть, может быть, я чего-то не понял, может быть, вы что-то не так написали, но прямую связь я не видел. То есть, есть люди, которым объективно тяжело влиться, влиться, влиться. Менталитет. Другой страны, других людей, и т.д. и т.д. Да, это есть. Может быть, это проблема, если у вас тоже. Согласен, спорить не буду. Но вы ее в такой форме не озвучиваете. Вы озвучиваете проблемы, если у меня низкая-низкая самооценка. Что я ставлю бодренности других людей выше своих. Что я терплю-терплю, потом скандал. Все, кстати, хорошо. Если бы не было скандала, вам было бы тяжелее. Ну, как бы, сами понимаете, что вы говорите не про, допустим, ассимиляцию, да? А вы говорите про свои проблемы, про свои личностные проблемы, которые не связаны со страной пребывания. Вот. Смаценько. Постановка потребностей других людей выше, чем своих, да? Обесценивание себя. Небезусловное принятие себя. Потребность что-то доказывать другим людям. Но, в действительности, в действительности, доказывание только кому-то из своих родительских фигур. При этом, веря в то, что вы доказываете само себе. Все. Само оценка. Вот, как вы видите, вытекает из этого слова, это значит, что сам себя оцениваю. Но, стоит задать вопрос, а может ли человек сам себя оценить? Может ли человек сам себя оценивать? Если да, то как? Если нет, то что тогда такое самооценка? Является ли в этом случае, в случае, если нет, самооценка, по сути, принятой, без какой-либо критики, оценкой других людей? То есть, просто вот взяли, переняли. И думайте, что это ваше. Что касается характера. Честно говоря, характер определяется, готовность к готовности у человека, к определенным реакциям, к определенным поступкам, к определенной модели поведения в определенных ситуациях и обстоятельствах. Как мне кажется, что здесь речь идет не об укреплении характера, потому что для меня укрепление характера звучит, честно говоря, больше как увеличение вот этой вот степени негибкости, степени жесткости характера, а значит повышение категоричности. Мне кажется, что напротив, вам нужно смотреть в сторону гибкости своего характера, в сторону включения в свою психологическую реальность большее количество точек зрения, большее количество критики, но критики не негативные, не унижающие, а критики скорее такой очищающие, ставящие под сомнение любую категоричность, то есть любое отрицание. Это, по сути, критика, выступающая против любого отрицания, отрицание чего-либо. Мне кажется, что вот это больше вам здесь подходит. Дальше, что я увидел еще в вашем тексте, так это то, что, на мой взгляд, вы полагаетесь на разум, на интеллект, но не на свои чувства. На чувства полагаться вы не привыкли, либо не привыкли, либо боитесь, либо есть какая-то с этим у вас проблема. Ее тоже нужно решать, эту проблему, самую же самую. Чувства являются главной движущей силой человека, а не интеллектом. Чувства нельзя спорить, эмоции нельзя спорить, в отличие от умозаключений, даже самых правильных с точки зрения физической реальности. Вот, и, соответственно, чувства не могут быть оценены как-либо, то есть они не подвержены оценке. Отсюда вывод, что такой косвенный, промедюточный вывод, что если у вас есть проблема самооценки, значит вы не полагаете на свои чувства. Вот, потому что, ну, к примеру, если вы хотите есть, да, то вот кто-то вам скажет, ну, ты не хочешь есть. Но вы чувствуете, что вы хотите есть, это ваша реальность. И что вам от того, что кто-то говорит, что ты не хочешь есть, от себя обманываешь, ну вы чувствуете и от этого никуда не уйти. Вот, и задача заключается в том, чтобы всю вашу жизнь, всю психологическую реальность построить под этим. А интеллект нужен для того, чтобы адекватно адаптированно к реальности выражать, проявлять и реализовывать свои чувства и эмоции. Что я еще вижу? Вижу то, что у вас есть ребенок, соответственно, были отношения с мужчиной, которые не сложились. Нужно выбрать причины, ибо те моменты, которые послужили основанием для расставания, возможно, по-прежнему действуют и отгораживают вас, в том числе, от других людей. Смотрите, вы говорите, что у вас три высших образования. Я не знаю, конечно, это просто предположение, опять же, просто предположение. Но исходя из всего того, что я сказал до этого, можно сделать такую гипотезу, что у вас, знаете, перфекционизм. То есть, у тебя должно быть идеально, и все должно быть идеально. То есть, отрицание несовершенства своего. А работа преподавателем тоже предполагает некоторые такие, некоторые особенности, скажем так. То есть, преподаватель – человек, который обучает, да, обучающий человек, он имеет некоторые специфические особенности, по отношению к тем, кого он обучает, а это ваша профессиональная, по сути дела, среда. Вот, некие специфические особенности, которые продиктованы его характером. Поэтому этот момент я бы рассмотрел тоже. Дальше, что я вижу в вашем тексте, то, что вы, как бы, сравниваете себя со шведами. Возможно, вы хотите быть такой же, как они. И тоже ошибка, потому что вы не сможете до конца быть такой же, как они, но в этом ваша прелесть. В этом вы прекрасны, в том, что вы другая. Просто необходимо научиться говорить в переносном смысле на языке других людей. Необходимо научиться говорить на языке того общества, в котором вы находитесь. Но говорить на языке общества не означает становиться его счастливым. Говорить на языке общества – значит сделать понятным свои действия, свои поступки, свои ценности. Что, конечно, вам, если вы, например, русская или если вы просто из русскоговорящей семьи и живущей, не обязательно в России, то вам сложнее. Сложнее. Вот. Ну вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, понимаете, вот вы пишете, что я ставлю себе цели, добиваюсь, потому что самооценка у меня низкая с детства. Потому что самооценка не зависит от цели, самооценка зависит от процесса. Знаете, если процесс соответствует, так сказать, конгруентности, если мы говорим о конгруентности. Что такое конгруентность? Это соответствие внешнего и внутреннего. Когда вы ставите цель, внешняя и внутренняя по большому счёту не соответствуют. Это потому что цель, это что-то такое приходящее. То есть, цель либо будущего, либо прошлого. Цель практически невозможная пережить, переживать. А своё внутреннее состояние вы именно переживаете. Это не прошлое и не будущее. Это ваше настоящее. И поэтому от цели ничего не меняется. Но вот процесс, который вам вполне по силам переживать. В большей или меньшей степени. В большей или в меньшей степени. С таким же постоянством, что и внутреннее состояние. Процесс может послужить хорошим ориентиром. Не цель, а процесс. В отличии от цели, процесс он не конечен. Он в некотором смысле бесконечен. Потому что, ну естественно, бесконечен в рамках человеческой жизни. Ага. И единственным ориентиром процесса является цель с целью. 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 основные моменты, почему люди в эту психологическую игру играли. Вот, значит, я не очень понял некоторые ваши высказывания, например, я воспитан из детства, что это имеется в виду, например, вы говорите, что вокруг много людей, которые приезжают буквально, закрывают рот, и они уже шведы, что вы имеете в виду, тоже здесь не совсем понятно, что вы видите, что они закрывают рот, и вообще шведы, вот. И совершенно очевидно, что вы сравниваете с другими людьми. Основания для чего тоже нужно выяснять и прорабатывать. Вот, спасибо за проживание в другой стране, здесь не на первом месте, она. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.